Вся компания в сборе, наручники на запястьях, но мужчины по-прежнему невозмутимы. Делают вид, что не понимают, почему задержаны. Оперативники тем временем обыскивают подозреваемых. И вот первые улики. Отмычки. Я не знаю, для чего это. Ну зачем это? Ногти чистят. Вот такой набор для маникюра. Дальше еще интереснее. Связка с ключами. Магнитный от подъезда, а этот от квартиры. Чужой. Его выточили накануне. Подозреваемые собирались на очередное дело. Новые планы вмешались полицейские. Банду домушников стражи порядка давно выслеживали. На счету злоумышленников не одна вскрытая квартира. Дежурную часть районного отдела полиции Юго-Западного округа Москвы обратилась местная жительница с сообщением о том, что в ее квартиру проникли неизвестные и похитили денежные средства, ювелирные украшения и антикварные вещи. При этом злоумышленники не оставили очевидных следов взлома. Вычислить криминальное трио помогли камеры видеонаблюдения. Злоумышленники хоть и старались прятать лица, но однажды все же допустили промах. Роли участники банды четко распределили. Один мужчина был наводчиком, выбирал квартиру побогаче. Второй следил за выбранным объектом. Для этого он устанавливал небольшие камеры в подъезде. Таким образом домушники точно знали, когда хозяев нет дома. В самый ответственный момент в дело вступал третий. Он скрывал любые двери без шума и пыли. Это и есть тот самый взломщик во время обыска. У него в доме полицейские нашли личинки замков, напильники и заготовки для ключей. Молодой человек объясняет, это просто хобби. К криминалу отношения не имеет. Тренируюсь дома. Для каких целей тренируешься? Просто с детства мечтал. Отрицает вину и этот мужчина. Он наводчик, а по совместительству продавец краденых вещей. Его квартира больше напоминает картинную галерею. И ювелирный салон одновременно. Вещи куплены еще с 90-х годов. Что-то досталось от бабушек, дедушек. Столовое серебро, посуда, часы и коллекционное оружие. Мужчина уверяет, все это принадлежит ему. Любит он окружать себя дорогими вещами, в том числе шубами, женскими. На самом же деле, все это похищено из чужих квартир. Пока эксперты затрудняются назвать даже приблизительную сумму материального ущерба. Ясно одно. Речь идет о миллионах рублей. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, в скольких квартирах успели похозяйничать задержанные. Кирилл Антонов, Андрей Козицкий, Петровка, 38.